Озвучил Кузьма, перевод подготовил Насим Калеев. Записки гангстера Чё как, бро, ты снова смотришь записки гэнгстера? На этой неделе мы прочтем стильную гордость и предупреждение Джейн Остин. Обзор В книге рассказывается история Элизабет Беннет и её прелестных сестричек. Их маманту делаю лучше своих дочёров примерному воспитанию, чтобы те потом удачно вышли замуж. Однажды в городе объявляются два мажора, Бингли и Дарси. Мамаша сразу стала готовить Джейн, чтобы потом презентовать её для Бингли. Слышь, если чё, я не считаю её меркантильной сукой. Но Бингли явно не выглядит нищебродом. И вот разодетая и размалёванная Джейн приходит с Бингли в клуб. И в ту же ночь Лиза пытается запрячь Дарси, но этот пиддик тут же шлёт её, говоря, что она не его уровень. Сразу после этого появляется богатый умник по имени Коллинз и с подвешенным языком солдатик Уикхэм, дабы закадрить сестёр Беннет. Уикхэм говорит Лизе, что давно уже трёз с этим дураком Дарси насчёт бабла, которую тот ему задолжал. Пару дней спустя Джейн начала метаться туда-сюда, поскольку Бингли свалил из города без каких-либо объяснений. Затем Лизе заявляется к этому хлюпику Дарси и узнаёт, что он нашёптал Бингли. Слышь, ниггер, лучше не бери в жену эту потаскушку, Джейн. Ну ё-моё! Затем Дарси признаётся в любви к Лизе, но моя сестра, он думает, такая, да ни хрена, чувак. Ты иногда на мою сеструку, ёу! И затем Дарси шлёт письмо Лизе, где пишет, что у него были тёрки с Уикхэмом, потому что он хотел жениться на его сестре в надежде поиметь с этого деньжат. Но ещё он сказал Бингли, что тот бросил Джейн, потому что, как ему показалось, та его не любила. Оже, Лиза узнаёт, что её младшую сестрёнку Лидию охмурил Уикхэм и забрал её с собой. Теперь Уикхэм поднял репутацию Лидии и согласен жениться на ней, только если Беннет и ему заплатят. Чёрт! И тут на помощь приходит брател Дарси и платит Уикхэму в обмен на женитьбу с Лидией. Узнав, что Дарси спас сестру от репутации грязной шлюшки, Лизе тут же влюбляется в этого чела. По счастью, Бингли вскоре осознаёт, что Джейн в натуре самая бидная тёлка из всех. И Бингли приводит своего курша Дарси в дом Беннетов, признавая, что вёл себя как дурак, и женится на Джейн. Затем мой куреш Дарси делает предложение Лизе, и они встречаются. Хэппи-энд для всех белых сестричек. Анализ Самые чёткие умы с района знают, что вступительная фраза книги – одна из самых важных во всей литературе. Все знают, что молодой человек, располагающий с состоянием, должен подыскивать себе жену. Ты можешь задуматься, и чё, она вправду дело говорит? Или же Джейн Остин тупо жонглирует за умными терминами, типа универсальной истины. Слышь, сюда, это Остин то и дело играется с подобной иронией, йоу. К примеру, с одной стороны, Лиза мутит с богатым плейбоем Дарси. Тем самым подтверждая все старые антифеминистические традиции. Но с другой стороны, моя сестрёнка Лизе совсем не типичная тёлка. Не-не-не, она такая, нахер все предрассудки, а буду сильной, волевой, независимой. А этот Дарси мне вообще не сдался. Вот это я понимаю, женщина. Весь трюк в том, что моя сеструка Джейн Остин не бьёт прямо в лоб. А влияет иронии постоянно и везде. Отчего книга становится уязвимой для её неоднозначных интерпретаций. Секи эти фишки, бро. Моральная слепота и самопознание. Поначалу гордый Дарси думал, что Лизе в лепёшку разобьётся, лишь бы выйти за него замуж. Поскольку он при деньгах, а она совсем уж намели. Также предупреждение Лизе вгоняет её в горячку после того, как Уикхэм рассказал ей о своих тёрках с Дарси. Но когда Лизе отшивает Дарси, и тот потом пишет ей письмо с объяснениями, как всё было на самом деле, эти глупцы осознают, как гордость и предупреждение противоречили их моральным суждениям на туре. Если ты хочешь просечь центральную тему, слушай внимательно. Традиционное общество переполнено самомнением и классовыми структурами, социальными условностями и экономикой. Всем, что отделяет людей друг от друга. Возможно, Остин спрашивает, «И как же, бля, людям жить вместе в мире, где все так далеки друг от друга, чувак?» Спасибо, что смотрели записки гейнгстера. Убедись, что ты подписался на канал. До следующей недели, бро! Также рекомендую вам подписаться на канал Русского Гирдоса. Здесь вы найдёте кучу разнообразных обзоров на оригинальные и не очень вещи. Немного страйкбольного оружия и ADC ништяков. Ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok